Уважаемые саровчане, добрый день. Сегодня мы собрались и встретились с вами вне графика, потому что наша статистика умерших пополнилась и увеличилась еще как минимум на одного человека в официальных своих сводках. И сразу это вызвало большое количество вопросов, комментариев. И таким образом мы все-таки в этот раз решили изменить своему графику и дать определенные объяснения вам по этому поводу. У нас на сегодняшний день в статистике три умерших. Это значит еще плюс один человек. Это как раз тот тяжелый больной, который был у нас работник в НИЭФ. Заболел он в начале июля, достаточно быстро стал тяжелеть. Сначала лечился в нашей клинической больнице, потом перешел на лечение в Приволжский окружной медицинский центр. Достаточно быстро нарастали все симптомы заболевания. И несмотря на то, что он был и возраста еще не достиг 65 лет, которые могли бы его ограничить от работы, и у него не было именно тех заболеваний, которые перечислены в приказе, которые являются основанием для того, чтобы отстранить от работы. И несмотря на все это, посмотрите, насколько условно все это, этот человек быстро начал давать тяжелую картину COVID-19 и умер от нее 20 июля. На сегодняшний день он уже похоронен. И вскрытие показало, что очень сильно поражены легкие. И, конечно, с таким поражением легких у него практически не было шансов выжить. И вы видите опять же, что эти 16 дней с 4 дня первого заболевания июля до 20 июля, за 16 дней болезнь как быстро съела человека. Конечно, мы можем сказать, что все равно это уже не молодой человек. Все равно это человек, который к этому возрасту у нас у всех уже практически бывают какие-то сопутствующие заболевания. Но от того, что в целом статистика благоприятная, именно для него и для его родственников легче не становится. И еще я хочу сказать, что в статистику не вошла еще одна наша смерть. То есть фактически она уже пятая. Я вам много раз объясняла. И опять хочу сказать, что в статистику входят умершие именно от коронавирусной инфекции. Вот он у нас этот человек, о котором мы говорим сегодня третий. А всего болевших коронавирусной инфекцией и на фоне лечения от коронавирусной инфекции умерших у нас уже на сегодняшний день пятеро. И пятый человек – это женщина старше 70 лет, которая тоже заболела в первой декаде июля. И тоже очень быстро, фактически за 10 дней ее взяла смерть. Но, правда, это было на фоне коронавирусной инфекции. Она умерла от осложнений после инсульта. Но я хочу сказать, что у нас ведь, если посмотреть статистику инсульта, далеко не все люди умирают. У нас после инсульта живут еще многие очень долго и переносят их по нескольку этих инсультов. Поэтому, конечно, на фоне коронавирусной инфекции и инсульт протекал более тяжело. И, конечно, смерть ее, где основное заболевание – постинсультные осложнения, а сопутствующий COVID-19 – тоже унесла жизнь этого человека. У нас на сегодняшний день таким образом официально в статистике три смерти. Всего, напоминаю, пятеро. Я специально сгущаю краски и добавляю тех, кого нет в статистике, чтобы вы понимали, что есть небольшое количество людей, которые все равно заболевание переносят. Тяжело. Чтобы у вас было опасение, чтобы вы помнили о том, что ваше поведение – это ответственность перед собой, перед своим близким окружением, прежде всего, родными, с кем вы рядом живете. И с теми людьми, которые рядом с вами работают, может быть, живут где-то рядом со всем, с кем вы общаетесь напрямую, кого вы приглашаете в гости, к кому ходите. Помните, пожалуйста, вот это сегодняшний наш день. Ну, а всего, если сравнивать заболеваемость за три прошедших дня, которые мы с вами не встречались, то за это время добавилось 33 человека больных, добавилось 59 человек выздоровевших. И по-прежнему болеет на сегодняшний день 340 человек, из них 47 человек госпитализировано. Эта цифра, конечно, меняется, кого-то выписывают, снова кладут, кто-то тяжелеет, легчает, но в целом мы видим, что эти цифры где-то бегают вокруг одних и тех же чисел. Мы видим, что примерно около 90% это легкие формы. Около 90% это очень много, и это нас радует. И тяжелых и средне-тяжелых из них, вот смотрите, из 340 сейчас болеющих всего 4 тяжелых и 33 средне-тяжелых. Но от того, что их мало, им, конечно, легче не становится. А всем остальным нужно понимать, что с легкими формами нужно тоже соблюдать правила изоляции для того, чтобы не заражать всех остальных. И нужно помнить о том, что меняется заболевание, вирус, мы приспосабливаемся к нему, учимся, каким образом нужно профилактироваться. Мы находим новые методики лечения, мы разрабатываем и надеемся, что скоро будет вакцина. А вирус тоже не теряет времени даром. Он мутирует, он приспосабливается под популяцию человека. Он пытается занять ту комфортную для него нишу. И сейчас все больше будет появляться, конечно, людей, которые переносят это заболевание в легкой форме. И, конечно, появится и носительство в большей степени тех людей, которые не болеют, но переносят его. Поэтому будут меняться и нормативные базы, и мы с вами будем отрабатывать систему изоляции. И это будет, наверное, выходить сейчас на более важный для нас этап. Я по-прежнему предлагаю встречаться с вами все-таки один раз в неделю и не чаще. От того, что вы не узнаете комментарии о какой-то смерти или тяжелом случае, вот прямо как жареный пирожок, тут же я повторяю, что у нас с вами не теракт в прямом эфире и не репортаж с поля боя. Все идет своим чередом. Когда человек умирает, нужно вскрыть, нужно сделать тщательно анализы лабораторные тех материалов, которые отбираются. Нужно все взвесить. И от того, что вы узнаете об этом чуть позже, думаю, что ничего не изменится. Мы переходим с вами в ту стадию, когда я просто даю комментарии вот о такой нашей новой текущей жизни. Мы к ней приспосабливаемся. И в этой новой жизни я желаю вам здоровья и желаю соблюдать меры профилактики. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»